Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И начинаем выпуск с погоды. В Крачаево-Черкесии сегодня без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 3-8. Днем 19-24. А в горах ночью минус 2 плюс 3. Днем 9-14. В Черкесии сегодня без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы будут до 15-18. Температура ночью 4-6. Днем 21-23 градуса. В Казани прошел слет Национальной лиги студенческих клубов. Нашу республику на нем представили молодые работники КЧГУ. Наурус Капушев и Роберт Баскаев. Своими впечатлениями о слете и победе на всероссийском конкурсе в эти минуты в нашей студии они поделились с моей соведущей Беллой Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Наурус. Доброе утро, Роберт. Доброе утро, Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. И, конечно, я хочу поскорее услышать о ваших впечатлениях, так как вы побывали в Казани, в одном из красивейших городов нашей страны, где был слет студенческих клубов. Вот. Поделитесь, что вы там увидели? Ну, наурус больше влюбился в город. Нет, наурус не о том, как круто там было, а я как не круто. Как не круто? Ну, ладно. Тогда я все возьму время себе. Казань очень красивый город, на самом деле. У нас помимо образовательных программ, помимо всех процессов по грантам, по защите гранта, по консультации с экспертами, там много всего было. У нас был еще квест по самому городу. И я просто помимо квеста я шел в самом задии команды и просто снимал всю архитектуру, которая начинается от 18 века. Это было очень красиво. Ну, сам слет, он был очень крутой, технологичный. Там не надо было вот кого-то куда-то просить сходить. Там все было по бейджикам, все пикали. Организованно. Да, их фотки там везде высвечивались, вплоть до обеда. Там очень круто было. Ну, и по грантам там очень крутые были эксперты, где помогали, подсказывали, где что изменить. Это деревня универсиады, да? Совершенно верно, да. Просто он влюбился в деревню, я про нее пока ничего не говорю. Ну, расскажи наурус. Да, я хотел что-то плохое сказать, и поэтому решил молчать все время, но не получится. Деревня универсиада была очень красивая. Мы когда заселились туда, мы зашли и подумали, что мы в гостиницу попали. Вы просто ночью заселились? Да, ночью оказывается, это деревня универсиада. А самое главное, ради чего вы поехали? Слет для чего проходил? Развитие студенческих клубов. У нас в университете есть очень много студенческих клубов, и чтобы помогать им развиваться, мы решили поучаствовать в грантовом конкурсе, получить новые знания. Ну, я думаю, мы... Ну, насколько я поняла, вы получили грант всероссийский или собираетесь его получить? Ну, мы стали победителями конкурса, когда мы подавались. Там 171 заявка была, из них выиграли только 26 проектов. То есть мы проходили консультацию экспертов, что-то исправляли своих проектов, а потом презентовали, и мы... Ну, мы получили сертификаты на рассмотрение в Москве. Вот сейчас эксперты еще раз будут собираться, рассматривать, и, скорее всего, это 95% победы, можно сказать. Ну, вы уже решили, на что потратите, как говорится, свой грант? Ну, он же у нас расписан полностью по проекту. Мы же по проекту выигрываем, там вплоть до рубля, до копейки, до мероприятия, до поездки, до трансфера. Это все расписано уже. Мы как раз защищали два проекта. Один проект – это фотошкола. Кстати, да, о чем проекты? У меня фотошкола, у Роберта – киберспортивная. У меня киберспортивная лига, да, в КЧР. У него проект направлен в основном тоже на молодежь, как у меня, так у него еще есть вторая монета этого всего, что проект очень сильно направлен на развитие туризма. Хорошо, что мы в команде работали, да, знаем. Мы в команде работали над проектами и очень легко ориентироваться. Ну, в любом случае, вы большие молодцы, вы стали победителями. Я желаю вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо. И много-много хороших впечатлений. Спасибо вам. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Русская редакция» в 14.30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачной вам пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Черкесске в Центре развития предпринимательства с 10 по 13 октября. Разрочка на три года без первого взноса и меховой жилет гарантирована в подарок. Ой, да с такими условиями я сама побежала!